I have ways of blowing things up. За последнее время метро это как раз тот проект, который у нас задержался достаточно на долгое время, потому что он мне нравится, потому что здесь интересно, увлекательно и я как раз задумался про геймплей. То есть большинство игр, которые у нас сейчас выбывают с прохождения, их проблема как раз в геймплее, и я почему-то вспомнил еще и проводника духов, если помните, была такая гадость. Вот, еще многие игры, в которых вроде как красивый, сочный, симпатичный мир, но абсолютно неиграбельно, потому что за красивым миром и там, допустим, неплохой историей, люди, которые делают игры, совсем забывают про то, что это игры и в них нужно как-то играть. Поэтому геймплей и управление, собственно, очень важны. Это немножечко грустно, что так происходит. Так, давайте пока эту станцию сюда продлим. Не будем тогда сейчас, находясь в хорошей игре, говорить о плохих играх, давайте просто насладимся хорошей игрой. Кстати, мне интересно, что у вас, ребятки, там, где вы живете, творится с погодой, потому что у нас весна достаточно интересная. Вот. Пока творятся интересные вещи, и мне бы понять, там, где вы живете, у вас тоже что-то необычное или... Вот как-то так. Слушайте, в этот раз у нас как-то круглая станция изолирована на острове. Я обычно жалуюсь на то, что круглых станций до задницы, но в этот раз игра пошла по треугольным станциям. Ладно, посмотрим, возможно, они как-то... О, вот и круглая станция. Тогда мы ее нацепим на зеленую линию, потому что... Я не хочу, чтобы квадрат стал переходной станцией для кругляшей. Нужно, чтобы каждая линия... Локомотив... Да, давайте вагончик, у меня есть еще одна линия запасная. Я уже вижу, что тут много островов. Придется много как-то крутиться, у нас мосты есть. Ну, давайте я в эту сторону третью линию кину, вот так вот, да? Хорошо, так и поступим. Постараемся как-то плясать, потому что игра очень любит не давать нам то, что надо. В частности, мосты, тоннели, переходные станции, когда они в самом деле нужны. Игра считает, что у тебя есть локомотив, у тебя есть дополнительные линии, все, ты справишься. А как-то нет, так оно не выходит. Да, кстати, вот это откровение, которое пришло ко мне в прошлый раз, что оказывается... Поезд-то можно... На поезд можно нацепить не один вагончик, а несколько. С одной стороны. С другой стороны, у нас очень редко есть роскошь нескольких вагончиков. У нас обычно за пару... Чтобы, в принципе, у каждого было хотя бы по одному вагончику. Но я понимаю, да. Есть такая фишка. Давайте вот эту линию сюда пустим. Пока что. Видите, кругляшан заберет на обратном пути. Я не посмотрел, что у нас за город. Вот что интересно. Я как-то проболтал, просмотрел, провтыкал. А теперь я не знаю, где мы. Что это за такое место. Так, сюда можно красную продлить. Уже суббота. Хорошо. Подходим к воскресенью. Подходим. Дайте, пожалуйста, мне туннели запасных. Этих мостов. Переходов, переездов. Или вагон. Гляньте, сколько треугольных пассажиров. На всех линиях просто куча треугольных пассажиров. Локомотив. Да, вагон, давай, хорошо. Квадрат. Давайте вот так. Может мы фиолетовую потом закольцуем? Не знаю, посмотрим, как оно получится. Давайте мы фиолетовую закольцуем. Хорошо. И тогда по фиолетовой пустим... В обратную сторону еще один локомотив. И тогда мы ее сейчас будем растягивать немножечко. Может зеленую туда-досюда дотянуть? Чтобы он треугольники сюда свозил. Получается, он треугольников только в одну сторону забирает. Будем посмотреть сейчас, как это все будет происходить. Повезло пока что, что нет уникальных станций. Но мне кажется, что как раз скоро они появятся. Тогда будет весело. Мне вагоны пока рано цеплять. Мне кажется, просто нужно будет... Тоже в воскресенье... Мне нужно будет скоро на каждой ветке по два локомотива. Потому что уже... Ну, на самом деле красная неплохо справляется. Вот мы ее сейчас еще продлим, конечно, и станет хорошо. Ну, вот смотрите, он сейчас бах и уже весь забитый. Давайте еще один локомотив сюда. Так, один и один. Три вагончик у нас, хорошо. Можем сделать некий экспресс. Ну и фиг с вами. Давай тогда еще и на красную один поставим. Все, на каждый по два. Красота. Эту неделю мы точно переживем. Ничего с нами не станется. Я бы тогда, наверное, взял бы хаб, если мне дадут его. Неплохо. На острове следующая станция. Я думаю, вот тут внизу на острове... Внизу на левом острове тоже может появиться еще одна станция. Посмотрим. Лишь бы на островах не появлялись уникальные станции. Это будет некрасиво. Они же там вполне могут мутировать из тех, которые есть сейчас. Как жаль, что у нас скоростные поезда только на азиатских линиях. Каких-нибудь там в Японии, в Китае. Скоростные поезда хорошая штука. Хотелось бы их больше. Это, на самом деле, фраза была не только про игру. Хотелось бы, чтобы в мире, в принципе, было побольше скоростных поездов. Просто глядя на то, как в некоторых уголках мира абсолютно не развито железнодорожное передвижение. То же самое Америка. Где оно находится до сих пор в каком-то там зачаточном таком. Они там еле ходят, еле куда. Вот. Почему-то они пошли по неправильному пути. И начали развиваться путем автомобилей. А не, собственно, поездом нормального общественного транспорта. Что у нас с пассажиропотоком? Давайте вот так делать. Смотрите, сколько этот наконечный стоит. Ждет, пока тот уедет. Так, локомотив и вагон. Видите, ни тоннели ни хрена не дают. Сейчас, по-моему, сверху, справа на острове появятся станции. И я окажусь в не очень приятном положении. Ну, блин, ладно. Тут же ничего не поделаешь. Мне бы, дружище, чтобы ты в обратную сторону ехал. Вот так вот будет лучше для всех. Что-то мне кажется, или давно не было новой станции? Гля, она где-то появилась, я не заметил. А вот она, вот она. Хрен на оси. Вот это перегон. Так, вот тебе, дружище, пора вагончик нацепить. Или тебе. Слушайте, давайте я сделаю с двойным вагончиком. Чтобы он прям сгребал всех на своем пути. А давайте с... С тройным вагончиком. Я знаю, что я сейчас очень сильно перебарщиваю. Но вагон-то я снять с него могу потом. Красный сюда. Еще один красный локомотив сюда. И давайте. Ну, вагончик-то нацепи на него. Спасибо. Изи-линк. А, я в Сингапуре. О, спасибо. Теперь я знаю. Давайте, может, фиолетовую сюда продлим. Давайте. Просто вот такой вот гиперпоезд там на четыре вагона. Он может сгрести всех пассажиров. Даже если эта станция находится ему там очень далеко. Они все равно все поместятся. Не проедет мимо. Блин. У нас ли проблема? Смотрите, какая нам надо фиолетовую станцию сюда подцеплять. Видите, он просто едет и все пылесосит на своем пути. Мне теперь интересно, какова максимальная длина. А что ты этих не взял-то? Тебе же на треугольник их забирать. Ёбарас это... Вы ч... Игра! А, ну зачем? Ну какого? Чувак, у нас там перегрузки дикие. Иди забери, пожалуйста. Давай, всех просто спылесосим. Вот так. Хоп-хоп. Квадрат... Так. Давай мы, наверное, на зеленую линию запустим еще одного. Этому дадим вагон. Я понимаю, что он сейчас достаточно перегружен на красную линию будет. По фиолетовой у нас ходит вот этот вот гиперпоезд. Так, блин, ходи, разгружай все нафиг. На зеленой проблемы? Серьезно? Это сейчас возьмет всех кругляшей, сгрузит туда, оттуда заберет. Так, ладно. Проблема гиперпоезда, что... Он идет не в ту сторону, он не забирает то, что мне нужно. Блин, воскресенье, скорее, мне надо красную линию разгрузить. Знаешь что, дружок, я вот тебе еще один вагончик заберу. Посмотрели на это, это было фаново, все дела, все хорошо, но... По факту нужен более рабочий вариант. Локомотив и, ну, конечно, вагон, да. На, держи, тебе тоже вагон. По зеленому стрелокомотивы ходят. Блин. У нас на самом деле с фиолетовой небольшие проблемы. Давайте я пущу обратный поезд на фиолетовую, чтобы... Ну, квадратики он развозил. Нафиг с тобой, золотая рыбка, поехали сюда. Забери здесь квадраты, пожалуйста, будь бобром. Хорошо, здесь загружает. На зеленый у нас прям... Вот сейчас двойной вот этот подходит, но он каждый раз подходит в притычок, в притычок. Офигеть, как неприятно. То есть, он отсюда сейчас заберет, конечно, людей, но тут такая загрузка... Прям аж это... Вот, квадратный экспресс приехал, практически полностью все квадратное выгрузил. Офигеть. Не-не-не-не-не, подождите, подождите. Тут как-то что-то, что-то как-то где-то... Видите, он уже проезжает мимо, потому что ему некуда их сгрузить. У меня там нет квадратной станции. Вот у нас еще тут конечное квадратное будет. Давайте так, иначе... Мы вообще ни разу не справимся. Сейчас он заберет квадратных и повезет туда. Блин, я потратил свой последний мост, между прочим. Нам просто нельзя, чтобы вот там создавалась такая зона, что там исключительно кругляши, и оттуда нужно все это вывозить. Давайте потихонечку эти все вещи... Так, локомотив и мост? Фиг! Вагон! Конечно! Ладно, по крайней мере, тысячи людей мы уже перевезли. Черт, у нас перегрузка по станции. Сейчас вот этот едет, надеюсь, он заберет. Этот в обратную сторону едет тоже, по идее, должен бы сгрузить немножко. Они все тут... Они все туда забитые приедут, смотрите! На тебе третий вагон. И на тебе еще один локомотив. С зеленой линии у нас... Ох ты ж, ее красное на острове, посмотрите, какой трындец. С зеленой линии у нас каждый раз перегруз, но, блин, по крайней мере, оно успевает каждый раз доехать и снять людей. Хотя, на самом деле, очень тревожненько. Но то, что на красной внизу сейчас перегруз начнется, это прям печально. Куда сейчас приедет маленький этот локомотивчик. Да, он заберет шесть человек. Я надеюсь, что он заберет шесть человек. Он же... Ему же еще в ту сторону везти... Вот этих вот... Да, он забрал квадратных. Хорошо. У нас дисбаланс на красной линии, именно потому, что ему туда... Куда ты столько людей-то сгрузил? Ты что, вообще, что ли? Взял станцию, просто запихал по самые помидоры. Гляньте, чисто квадратный экспрессик такой. Нет! Ну, игра, ну... Ну, а как? Вот что я тебе сделаю? У меня нет моста. Ну, сегодня суббота. Давайте посмотрим, если в воскресенье мне дадут мост, блин, чтобы я мог туда поехать. Потому что мне нельзя сейчас снимать вот этот мост на красной линии. У меня тогда все рухнет, нахрен. Если мне сейчас не дадут мост в воскресенье, то вон та станция, она просто в заднице. Я не смогу ничего с этим сделать. Игра. Давай будем рационально-пропорциональными. Локомотив. И, конечно же, вагон! Твою за ногу. И все, и все. И после этого красная линия просто перестанет существовать. Смотрите. 1600 пассажиров. Какой-то из... А тут еще и вторую уникальную станцию добавили. Используя не больше, чем один что-то там... Я так и не понял. Не, ну это задница. Все. А, тут у нас еще одна линия появилась. Станция, извиняюсь. Вот это... Они не разгрузили квадратные и треугольные. Им негде. Он сейчас просто проедет мимо, потому что ему негде его разгружать. Раньше они их разгружали здесь, вот в центральной части. А сейчас он просто проедет мимо этих станций, потому что ему негде их разгружать. Вот и все. Из-за того, что просто игра не дала мне дополнительный мост, у меня красная линия сейчас колапснется. И я не могу забрать снизу, с красной, не могу забрать с зеленой, потому что там тоже две станции. Ну и, короче, вот так вот. Ну и не знаю, вот это... Так нельзя. Вот эта штука не учтем. То есть, то, что происходит на экране, должно как-то перекликаться с тем, что тебе дают, чтобы игра тебе хотя бы давала шанс выиграть. А потому что то, что они тебе дают, это абсолютно рандомно. Мало того, что абсолютно рандомно, зачастую оно заедает на одной и той же ноте. По-моему, сегодня вот за эту игру вообще не было ни разу. Мне давали исключительно линию или вагон, линию или вагон. Круто, хорошо. Но это не соответствует требованиям. Поехали в меню, поехали сыграем в следующее на прохождение. Я, кстати, довольно неплохо справился. Если бы мне дали то, что мне надо, я бы справился бы еще лучше. Ладно, Сингапур, спасибо. Это было интересно. Поехали поиграем. В куда же я хочу? В Гонконге. Вот, ну, по-моему, еще. В Стокгольм или Гонконг. Ну, в Гонконг, по идее. Давайте в Мельбурн-то мы проходили на тысячу? Проходили. Да, поехали в Гонконг. Я надеюсь, тут будут быстрые поезда играть. Все-таки Китай, я же говорю, как азиатские страны, они... Здрасте. Хорошо, давайте так. Исходы такие, на тебе. Ну, вот, ладно. Опять у меня, типа, 4 тоннеля. Ну, мне кажется, это будет больно. Смотрите, сколько тут речек, вот этих вот мест, которые... Это прям печаль. И, опять же, мне кажется, или станции дают быстрее, чем в прошлый раз? Сейчас посмотрим. Давайте пока так. Жаль, я бы хотел, чтобы вверху появилась какая-то станция, чтобы я могу тут сюда перетащить. Вот здесь абсолютно ненужно использован этот тоннель. Подождите, у меня их было 4 или 5? Потому что у меня их осталось 3. Охренеть, смотрите, зеленый уже... О, все, наверх. Да, у меня их, видимо, было тогда 5. Зеленый уже плохо. Посмотрите, там уже... Сейчас не будет хватать людям места, и вообще будет все хорошо. Давайте вот так сделаем. По крайней мере, у нас будет вариант, куда отступать. Мы синие сможем... Мы синие сможем срезать, хрен там. Ну, с той стороны мы, конечно, ее сможем срезать, но с этой стороны мы берем и пользуемся туннелем. Хорошо. Два локомотива? Подождите, мне только что дали два локомотива? Это дает нам, типа, нас... У меня же не было выбора со скоростным поездом. Подождите, два локомотива давали только в том случае, когда у тебя был выбор со скоростным поездом. Сейчас никакого выбора не было. Интересно. Я по зеленой сразу спущу два. Возможно, даже по красной надо пустить уже. Короче, надо выходить к тому, чтобы у нас везде было по паре локомотивов на линии. Голубая пока что короткая, хотя... Так, зеленая сюда. Посмотрим, посмотрим. Так, как-то интенсивнее, что ли, чем... Я понимаю, что это Китай. Да, я ничего не хочу сказать, но я понимаю, что это Китай. Тут людей просто... Можно лопатой выгребать. Пятница. Здравствуй, уникальная станция. Здравствуй, давно мы с тобой не видели. Здравствуй. По крайней мере, огромное спасибо, что эта сраная уникальная станция у нас появилась на центральной части. С другой стороны, у нас и Квадрат сейчас уникальная станция. Две уникальных станции в середине. Хорошо. Так, вот, да, на островах начали появляться. Ну, красота же. Ладно. Пока что живем. Воскресенье. Воскресенье. Да, видите, они дают два локомотива, но без выбора скоростного. И два тоннеля, да, пожалуйста. Жалко, конечно, что вы не ставите выбор между вагоном и тоннелями, но в данном случае... На синюю надо тоже заб... Блин. Забирай всех нафиг. Я случайно пока отвернулся на синюю линию, у меня красная оказалась перегружена просто в щент. Вы чё, нельзя так. Бах, и у меня по ней уже катаются три локомотива. Ну, красота. Так, переносим тоннель сюда. Вообще не проблема. С инженерной точки зрения это, конечно, ад, но в игре это не проблема. Десять пассажиров в Гонге-Конге. Блин. А ничего не поделаешь, придётся вот так. Да, ты офигел! Ты офигел в квадрате, игра. А-ха-ха, прекрати. Что происходит? Что это со сраной интенсивность, блин? А-ха-ха-ха. А, вот тут станция появилась. Ага, спасибо. Угу. И тут чисто раз, два, три, четыре, пять. Чисто круглые станции. То есть оттуда только вывозить надо. Туда нихрена не едет. Красота. Дайте вагон. Хе-хе. Ну, то есть они реально это не вывезут. Смотри, у меня сейчас начнутся дикие перегрузки по этим станциям. Есть, конечно, варик вот такой ещё. Так, два локомотива и... А, теперь мне вагоны уже не предлагают. Спасибо. Есть вот такой вот варик. Чтоб хотя бы треугольников туда вывозить. А, ещё один квадрат появился. Супер. Забирай квадратов. Ну, уникальная станция, супер. Давай мы зелёную через неё пустим. И, наверное, синюю тоже. Ну, смотрите, у нас эти квадратные перегрузки происходят. Потому что здесь приходит поезд, и он просто никого не может забрать. Никого. Вот тут вот мёртвая зона. Охренеть. Я так даже 400 людей не отвезу. Вы чё? Красный-то хоть как-то справится. Да. С синими задницы. Просто. Там четыре локомотива, но они без вагонов, без ничего. И они просто не вывозят. Звёздочка! Не описать, как я рад и счастлив. По крайней мере, в эту сторону они забирают треугольников, свозят. И потом на обратном пути они забирают квадратов, увозят. Ну, блин. Хоть как-то пока что, чтобы дышала голубая линия. Вот такой вот выход. Но, блин, это ж вообще ни разу не выход. Вот они сейчас едут обратно. Вот раз, два. Они сейчас будут забирать чисто квадратов. Нет, он треугольников тоже забирает. Он не понимает, что ему не надо. Треугольников заберут, сейчас отвезут туда. Дайте вагончик по-быренькому. Так. Это сюда. Это сюда. Красный линий трындец. Один поезд в эту сторону. Один поезд в эту сторону. На красный максимальная загрузка. Я тебя понял. На синий максимальная загрузка. Синий мы, кстати, более-менее немножечко сняли напряжение. Немножечко. Не скажу, что прям идеально. Да хорош, хватит. Сколько вы мне станции... Че, ты их не забрал-то нихрена? Отдай вагон вот этому, им нужнее. Вот тут остановись, забери. Ух ты ж, ё-моё. Какой трешак дикий. Не-не-не-не-не-не-не. Вот это прям, я не знаю, как это проходить. Это, ну, тысячу мы явно сейчас не соберём. Я не вижу. У нас уже всё трещит по швам. Я не вижу, как мы тут тысячу соберём. То есть, плюс для прохождения это нужно тысяча. То есть, это придётся как-то или переигрывать, или я не знаю, что придётся делать. Потому что... А-а-а! У меня просто станция стоит пустая. Нормально. Это дичь какая-то. Эти станции просто вылупляются. Бах-бах-бах-бах-бах. Ты их даже не замечаешь. Они просто лезут, лезут. Ни вагонов не хватает, ни составов не хватает. Ни хрена не хватает. Всё везде. Одна, другая станция. Все загораются. Всё. Офигеть. Вот это внизу красное. Оно сто процентов лопнет. Я уже ничего не успею сделать. Там уже две станции горят. И... Это вообще без вариков. Я, возможно, сейчас получу локомотив. Но локомотив мне уже даже не поможет. Потому что я не могу туда поставить лишний локомотив. Мне нужны вагоны. А вагоны теперь мне не дают. Мне теперь дают данные. Спасибо тебе, игра. Максимальный диссонанс. Вот. А-а-а! Обожаю. Нет. Я не знаю. Ну, сначала станция уже лопнула. Какая разница. Я это всё равно уже не успею сделать. 760 человек. Вроде как близко. Но это нифига не близко. Учитывая, как нервно проходила вся катка. Я не знаю, как я это буду перепроходить. А его как-то надо пройти, чтобы дальше получить. Короче, без понятия пока что. Ладно, ребятушки. Давайте будем на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бапра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok